Привет, ребята! С вами Андрей Аксёнов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской Империи. Сюрприз! На календаре среда. А вы действительно видите свежий выпуск подкаста «Закат Империи». Что произошло? Неужели выпуски теперь будут дважды в неделю? Нет? Это действительно сюрприз. И почему так вышло, я расскажу чуть-чуть попозже. Про что я сегодня буду рассказывать? Про образование в Империи. Вообще, это, конечно, очень объёмная тема. Устроенное образование тогда было довольно сложно. Были церковно-приходские школы, были земские школы, были гимназии, реальные училища, были университеты, были коммерческие училища. Путь ученика не был линейным, как сейчас. Типа начальная школа, средняя школа, а дальше колледж или университет. Тогда всё гораздо сложнее. Можно было получать образование большим количеством разнообразных способов. А можно было и не получать вовсе. И про всё это можно долго и интересно говорить. Но сегодня я буду рассказывать про то, что у нас называется среднее профессиональное образование. То есть ПТУ, колледжи, техникумы. Вот это вот всё. В то время страна развивается бешеными темпами. Один за другим строятся новые заводы, мир меняется на глазах, возникают банки, акционерные общества, печатаются книги, строятся корабли. И высшее образование — это привилегия. Доступно оно далеко не всем. Выпускников университетов было так мало, что, например, вот, допустим, строим мы крейсер для военно-морского флота. Как вы думаете, сколько человек участвовало в его проектировании и постройке с высшим образованием? Один. Все остальные, то есть там рабочие, тертёжники, разного рода специалисты, как правило, высшего образования не имели. Получается, люди рабочих профессий были очень нужны. Где можно было выучиться, например, на столяра или на токаря? Неожиданный ответ на этот вопрос такой. Почти нигде. Можно сказать, что профессионального образования в стране не существовало вовсе. Я имею в виду системного. И сейчас я вам расскажу, как так вышло, но перед этим объясню, почему это вдруг подкаст вышел в середине недели. Дело в том, что это специальный выпуск, который мы подготовили для вас вместе с платформой Эквио. Эквио – это мобильная платформа для обучения, мотивации и управления. Это цифровой сервис, в котором вы организуете все процессы управления персоналом. От оценки их компетенций и принятия на работу до дальнейшего взаимодействия с сотрудником, в том числе обучение, внутренние коммуникации, постановка контроль задач, виртуальные собрания, конференции. Работает он на любых смартфонах, на компьютерах, планшетах. Многие функции доступны без интернета. Например, к вам пришел новый сотрудник. Нужно провести инструктаж, ввести его в курс дела, дать ему необходимые знания. Или, к примеру, вы вводите новую версию какой-нибудь программы, и всех сотрудников надо обучить работать с ней. Документы, презентации, информационные видео, курсы, опросы – все это уже есть в смартфоне вашего сотрудника. Все работает на лету, даже в оффлайне. То есть можно при перелете в самолете пройти курс. Помимо того, что обучающийся проходит тесты, проверяет знания, он еще все время на связи с руководителем и с коллегами с помощью чатов и комментариев. А руководитель, в свою очередь, видит его рабочие результаты, дает свои положительные или отрицательные оценки. Тоже все это происходит через мобильный интерфейс. И есть, конечно, геймификация. За все хорошее сотрудники получают баллы и подарки, видят свое место в рейтинге. Можно даже забирать цифровые призы из магазина подарков прямо в процессе обучения. Вам не придется настраивать все это самому. Сотрудники Эквио будут помогать вам с запуском и сопровождать вас в процессе, обучать администраторов и постоянно доступны по горячей линии. В Эквио понимают, что корпоративные знания важно держать защищенными, поэтому придумали несколько вариантов развертывания платформы в защищенных облаках или даже на ваших серверах. Контент делать очень просто. Внутренний редактор удобен, заточен под все возможные варианты учебных материалов, под презентации, лонгриды, тексты, даже есть встроенный редактор видео. И в удобной форме видна вся статистика аналитика по обучению. Платформа получила премии «Лучшая AdTech» – компания 2020 года и «Лучшее решение для управления распределенными командами» стала финалистом национальной премии «Цифровые вершины». В описании этого выпуска вы найдете ссылку на сайт платформы Эквио. Эквио экономит время руководителя, повышает эффективность команды и экономит затраты. А я вам сейчас расскажу, как происходило обучение новых сотрудников до революции и вообще, как обстояли дела с профессиональным образованием в империи. Итак, почему обучения рабочих тогда, в отличие от сегодняшнего времени, фактически не было? Кто-то скажет, ну, Андрей, это странно. Вот, например, посмотри. Высочайшее утвержденное положение о сельских ремесленных учебных мастерских 1897 года. Там сказано, сельские ремесленные учебные мастерские утверждали за счет казны или за счет общества частных лиц с целью подготовки для сельского хозяйства рабочих, опытных в уходе, за земледельческими машинами и орудиями, в ремонте их и в изготовлении орудий и несложных частей названных машин, а также и других предметов сельского обихода, для производства которых требуется знание плотнично-столярного и кузнечно-слесарного мастерства. И если немного поискать, то можно найти описание таких училищ. Например, вот в Ярославской области была сельская ремесленная учебная мастерская имени Водейникова, которая открылась в 1908 году. И вот, например, что про нее пишут. Для мастерской были построены каменный двухэтажный дом с пристройкой, где размещались на нижнем этаже слесарные столярные мастерские, комната для готовых изделий, комната для склада материалов. На верхнем этаже спальня учеников, рисовальный чертежный класс, комната для учебных пособий и вечерних занятий, помещение для больных учеников, столовая, кухня и другое, каменное здание для кузницы и литейной, деревянное одноэтажное здание, где находились квартиры управляющего и трех мастеров, деревянная баня и прачечная, два деревянных сарая для хранения материалов из сельскохозяйственных машин, а также жилое помещение для литейного мастера, деревянный ледник и колодец. При колодце был поставлен ручной насос, посредством которого легко и быстро вода по трубам поднималась наверх. Мастерская имела собственный огород и сад. Весь отведенный участок был обнесен забором. Также следует отметить хорошее оборудование мастерской. Это различные станки и приборы, дававшие возможность изготавливать многие сельскохозяйственные орудия труда на заводских началах. В 1911 году в мастерской было устроено собственное электрическое освещение от двигателя в 15 лошадиных сил. Смотрите, как все основательно и хорошо продумано. Проблема в том, что это штучный товар. Действительно, если поискать информацию о профессиональном образовании в империи, мы найдем много свидетельств о прекрасно устроенных училищах, которые готовили разных специалистов, причем образование там было бесплатным. Проблема в том, что когда на вопрос, а есть ли в стране профессиональное образование, отвечают, конечно, есть. Вот посмотрите, у нас в Ярославле прекрасно устроенная ремесленная мастерская с электрическим освещением. Очевидно, это означает, что массового среднего профессионального образования нет. Собственно, если вы немного задумаетесь, то наверняка вспомните про дореволюционные гимназии, про церковно-приходские школы, возможно, про земские школы, про реальные училища. Еще мы знаем про университеты, про женские курсы. А сейчас попробуйте вспомнить, где учили рабочим профессиям. Другими словами, какие в империи были аналоги сегодняшних колледжей? Да, про такие вы вряд ли слышали. А не слышали, потому что их, собственно, особенно их не было. Как же так вышло? Тут есть, наверное, две причины. Во-первых, госуправление тогда было устроено по сегодняшним меркам странновато. Высшие бюрократы практически все были честными, порядочными людьми, видели свои задачи в том, чтобы улучшить жизнь в стране. Ну да, несмотря на то, что я рассказываю разные кулстории про казнокрадов и мошенников, это просто у меня подкаст про панк-рок, вы это учитываете. Да, но с другой стороны, все эти порядочные люди, включая министров, никуда особенно не спешили и занимались часто тем, чем им самим было интересно заниматься. То есть KPI они ставили себе сами и оценивали результаты тоже самостоятельно. Так вот, законодательство о профессиональном образовании, выдержки, из которого я читал ранее, оно было, и оно было хорошо проработанным, грамотно составленным. Однако у него была проблема, оно не годилось для массового внедрения. Когда начали запускать ремесленные училища и сельские мастерские, наподобие вот этой, Ярославской, выяснилось, что затраты на обучение адски высокие. Около 300 рублей в год на одного ученика, а 300 рублей в год – это, собственно, годовая зарплата рабочего. Это получалось 20 раз дороже, чем обучение в сельской школе, дороже, чем обучение в политехнических институтах. При этом для обучающихся эти ремесленные училища и школы работали по крайне привлекательной схеме. При поступлении в них не работали никакие сословные или религиозные ограничения, которых вообще-то в императорской России было полно. К примеру, вот иноверцы освобождались от вступительного экзамена по закону Божьему, а в ходе этого экзамена вообще надо было показать знания молитв, заповедей христовых, содержание Ветхого и Нового Завета. На экзамене по математике нужно было продемонстрировать только знания четырех простых арифметических операций, а на испытаниях по русскому языку прочитать и пересказать текст, и еще написать простой диктант. В итоге все крестьяне и рабочие, кроме самых-самых бедных, не способных заплатить за форму обучения и за учебники, все они имели возможность отдать своих детей в ремесленные школы и училища. Вам удивительно, что в эти училища принимали детей, которые едва умели читать, писать и считать? И да, по сегодняшним меркам это неожиданно, но эти училища давали не только профессию, они полностью заменяли еще и среднюю школу, потому что чаще всего в эти училища поступали дети, которые получили только начальное образование. И несмотря на небольшое количество этих ремесленных училищ, а точнее благодаря небольшому количеству, в эти училища был огромный конкурс. Родители предполагали, что их дети после окончания таких училищ смогут вырваться из ужасающей бедности русского села. Но у этого всего была вторая сторона. Демократичные условия поступления и низкая плата за обучение привели к тому, что выпускники этих школ не хотели работать по профессии. Доступной средней школы тогда не было. Гимназии и реальные училища были крестьянам не по карману. И родители воспринимали эти ремесленные училища просто как возможность получить среднее образование. Кроме того, этих училищ в принципе было так мало, что выпускники и сами не хотели идти работать на заводы. Ну, типа, не для того мы учились, чтобы идти пахать на фабрику. Пусть на фабриках не ученые работают, а мы теперь, получается, ученые, и найдем работу получше. И что характерно, находили они эту работу. И получался удивительный результат. Профессиональное образование было качественным, дорогим, и при этом не давало рынку труда квалифицированных рабочих. Вот, например, результаты работы Миргородской художественно-промышленной школы, которая считалась вообще одной из лучших в стране, предполагала, что она будет готовить мастеров-керамистов, которые смогут делать все, там, от кирпичей до фарфоровой посуды. В отчетах этой школы говорилось, что из 154 выпускников 25 занимались преподаванием рисования, 11 училась в высших учебных заведений. Самостоятельно заниматься ремеслом или работать на керамических заводах, для чего, собственно, и создавалась эта школа, отправилось лишь 25 выпускников. А остальные нашли работу получше, например, чертежниками. Вот отсюда, кстати, появлялись чертежники для проектирования крейсеров. И эта странная ситуация беспокоила и правительство, и образованное общество. Мы вас учим, чтобы вы кирпичи делали, а не чтобы вы в офис пошли работать. Например, в 1903 году на съезде русских деятелей технического и промышленного образования делегат Лосковский докладывал. В последнее время все чаще и чаще приходится слышать от представителей различных отраслей техники, которым случается иметь дело с воспитанниками наших низших специальных школ, крайне несимпатичные отзывы о деятельности последних. Их упрекают в том, что в большинстве случаев они белоручки, что они избегают тяжелого и грубого труда чернорабочего, что они стремятся в конторы, чертежные и тому подобное, избирая для себя деятельность более легкую и чистую, что они претендуют на различные привилегии и повышение по службе не столько на основании своих действительных трудов, заслуг и знаний, сколько на основании того, что получили известное образование, которому таким образом они придают преувеличенное значение, что они малоусидчивы, недостаточно любят свое дело и легко меняют одну специальность на другую. Наконец, что многие из них, окончив курс низшей школы, стремятся далее, выдерживают экзамены на различные технические звания, дающие им известные права и преимущества, и даже бывают случаи, что поступают в высшие специальные учебные заведения. Нет, вы посмотрите, негодяи какие! В вузы хотят поступать! На привилегии претендуют, потому что у них детскость образования есть, а если им привилегии не дают, то они меняют работу. Слушайте, может, проблема не в выпускниках, а в слаборазвитой системе образования и в адской нехватке образованных людей на рынке труда? Но нет, такая идея в голову почему-то не приходила. Мы вас научили делать кирпичи и рельсы, вот и делаете кирпичи и рельсы. И типа, если что-то идет не так, так это возможно от того, что в этих школах дети нахватались ненужных знаний. Учителя там, может, либеральную заразу продвигают. Вот в 1910 году на очередном съезде деятелей промышленного образования профессор Филиппов говорил уже так. Соединение общего образования и обучение ремеслу не должно иметь места. Имеются многочисленные свидетельства вредного влияния от соединения в одной школе общего и ремесленного образования. То есть вместо того, чтобы делать больше простых, общеобразовательных средних школ, в выпускниках которых, очевидно, страна нуждается, они решают ухудшить существующие училища, чтобы там давали только практические знания, нужные для завода. Ну, откровенно говоря, на заводах тоже ощущалась нехватка квалифицированных рабочих рук. И такие простые ремесленные школы для подготовки рабочих тоже были нужны. Но специально ухудшать для этого существующие качественные школы, согласитесь, это вообще совсем странно. С другой стороны, существующие училища, как вы помните, были крайне дорогими. Короче, это был какой-то тупик. Российское правительство тогда, когда оказывалось в тупике, предпочитало не делать ничего. Но делать-то что-то надо. И здесь существовало два взгляда. У министра финансов Витте был один взгляд. И он в некотором смысле смог решить эту коллизию. Но он предпочел все начать с чистого листа и на иной платформе. И про него я расскажу чуть-чуть попозже, потому что его решение в административном плане было довольно неожиданным. Но существовала и другая точка зрения. В общей массе царская администрация тогда вообще не считала образование абсолютным благом. Это была область, которая давала опасные для государства результаты. Вот, например, стране явно нужны специалисты с высшим образованием. Вот у нас есть университеты. А из университетов выходят сплошь атеисты, социалисты и либералы, противники существующего строя. Николай II за все свое царствование разрешил открыть только один новый государственный университет. Вот, с другой стороны, у нас есть ремесленное училище. А их выпускники не хотят работать на заводе, идут в офисы. И это явно та же самая либеральная зараза. И что делать с этим, никто не знал. С другой стороны, вот необразованные крестьяне, они за царя. Так может, ну его нафиг, это образование. Не, ну реально, очень были распространены взгляды, что образование — это не абсолютное благо. Как минимум, это очевидно, исходя с того, что люди с образованием все меньше верят в Бога. Меньше верят в Бога, значит, оторвались от традиций, от морали, от истинной своей сути и заразились европейской культурой. Что же с этим делать? Предлагался выход. Может вообще не заниматься образованием на государственном уровне. И эта идея не такая уж и неожиданная. Вы сейчас, кстати, можете встретить много сторонников этой идеи среди некоторых политических течений. Идея-то такая. Государство вообще не обязано обучать будущих рабочих их профессии. Учить рабочих должен тот, кому это нужно. То есть, собственно, фабриканты и промышленники. И в реальности того времени рабочих для заводов и фабрик действительно учил сам бизнес. И более того, это, в принципе, работало. Ну, то есть, как работало. Бизнес, естественно, тратил на это минимум денег ради оптимизации расходов. Вот если завод совсем не мог обойтись без предварительного обучения, то делались короткие курсы, на которых быстро-быстро давали только то, что было жизненно необходимо. Но чаще всего, однако, обучение нового рабочего происходило просто прямо у станка. Он приходил на завод под мастерьем, учился у мастера и потихоньку начинал работать сам. Людских ресурсов тогда было море, а вот денег и преподавателей нет. Поэтому проще нанять 30 рабочих на пол зарплаты и оставить из них тех, кто справлялся с работой. И у всего этого были очень интересные последствия. Потому что в стране фактически рабочих было ровно столько, сколько нужно было заводам. Не будут же они лишних людей обучать себе в убыток. Обученных специалистов мало. И поэтому, когда началась революция 905-го года, профсоюзы смогли легко выкручивать руки промышленникам. Если рабочие не выходят на смену, то завод останавливается. Это тупик. Работать некому. Примерно в то же самое время в США, например, забастовки из тачки тоже были явлением нередким. Но только в Америке было огромное количество безработных эмигрантов из Европы, всяких рабочих, из Ирландии, из Италии. Поэтому шантаж с забастовками в США с трудом приводил к желаемым результатам. Американские директоры легко выгоняли на улицу всех забастовщиков и тут же нанимали себе новых рабочих или временных рабочих. Кстати, для таких временных рабочих, которые заменяли забастовщиков, даже было специальное название. Настолько это было распространено. Их называли штрейкбрейхеры. И, конечно, их заслуженно ненавидели заводские и социалисты. Короче, в Российской империи парадокс. Народу в стране много, а работать некому. И это одна из причин того, что стачки и забастовки были серьезным оружием в руках социалистов. Но было одно исключение. В одной области профессиональное образование было развитым, распространенным, поставленным на поток и работающим как часы. И это были коммерческие училища. Коммерческие училища, как следует из названия, они были частными, и они готовили выпускников для работы в бизнесе. Бухгалтеров, товароведов, менеджеров, статистиков, банковских клерков и так далее. Бизнес нуждался в специалистов, а будущие специалисты были готовы платить за себя сами. До правления Николая Второго ситуация в этой области была точно такой же, как и в других. В некоторых группных городах были добротные такие коммерческие училища, но их не хватало. Министерство просвещения, такое довольно консервативное и медлительное, менять ничего не желало, и поэтому решение было принято немного неожиданное. Деятельный министр финансов Витте, который прекрасно понимал нужды рынка, он, кстати, вообще-то сам пришел из бизнеса в правительство, пробил у императора изменения. Если Министерство просвещения ничего делать не хочет, то теперь всеми коммерческими училищами будет заниматься Министерство финансов. И это, кстати, тоже показательно. Как я говорил, часто высшие чиновники занимались тем, что было им интересно. Вот Витте было интересно организовать подготовку специалистов для бизнеса, и он этим занялся. И вот эти изменения, эта реформа немедленно дала сильный буст прямо образованию. До реформы в стране было около 10 коммерческих училищ. Через 10 лет больше 100, а к 17-му году больше 200. Эти коммерческие училища в своей основе не походили на современные колледжи. И это скорее была такая смесь средней школы и колледжа. В первый класс в это училище поступали 10-11-летние дети. И программа сначала была школьная, стандартная, закон божий, русский язык, словесность, иностранные языки, история, география, математика, физика. А вот в старших классах начинались специализированные предметы. Бухгалтерия, деловая переписка, политическая экономия, законоведение, товароведение, коммерческая география. И были необязательные предметы. Черчение, стенография, пение, музыка, танцы. И всего в них учились 7-8 лет. Коммерческие училища были, как я говорил, предприятиями частными. То есть обучение там было платным. Но они были чрезвычайно популярны. В основном, конечно, в купеческой среде. Во-первых, поступить в гимназию не так-то просто. Туда большой конкурс. Во-вторых, собственно, гимназия давала классическое образование с латынью и древнегреческим. И практических знаний, которые нужны в бизнесе, гимназия не давала. А вот в коммерческом училище все было заточено прямо под нужды рынка. Среди выпускников таких училищ почти нет известных людей или каких-нибудь государственных деятелей. Потому что выпускники почти никогда не шли работать чиновниками. Большая часть шла в бизнес. Но не все, естественно. Некоторые выпускники шли работать журналистами, переводчиками, социологами, педагогами, актерами, режиссерами, геологами, химиками. Вообще, выпускники коммерческих училищ имели даже право поступать в университеты. Как будто они закончили обычную гимназию. Но только им нужно дополнительно было сдавать латынь. Что не все хотели делать. Интересно, что вот это положение о коммерческих учебных заведениях, которые пробил Витте, оно позволяло создавать еще и частные вузы, высшеучебные заведения. Несмотря на то, что дипломы таких вузов котировались ниже, чем дипломы государственных, но все равно в стране возникло несколько политехнических институтов, которые сейчас выросли в университеты. Кроме того, например, в Москве в 1908 году открылся городской университет Шанявского. Он был довольно либеральный, интересно устроен. Сюда можно было поступать вообще без аттестата. Плата за обучение была низкой. Сам университет спонсировался золотопромышленником, собственно, по фамилии Шанявский. И посещение занятий было свободным. Студенты сами выбирали себе программу. Одно время там, например, учился Есенин. А сейчас в здании некогда знаменитого этого университета Шанявского находится РГГУ. Это был специальный выпуск подкаста «Закат империи», который я сделал вместе с платформой Эквио. Ссылка на сайт Эквио в описании этого выпуска. Спасибо и до встречи в ближайший понедельник. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимала участие Катерина Серебренникова, редактор. Лайк, репост, подписывайтесь на соцсети подкаста и на мой патреон. До встречи в следующий понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok